МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши. Дневной выпуск программы Республика в студии Татьяна Молкова. Сегодня в селе Шагирданы Батревского района начал работу сельский экономический форум. Сейчас там находится съемочная группа национального телевидения. У нас на связи наш корреспондент Дмитрий Ковалев. Дмитрий, добрый день! Да, Татьяна, добрый день. Форум «Шагирданский диалог» проходит уже пятый год подряд. В зале местного Дома культуры уже яблоку некуда упасть. Здесь собралось порядка 400 человек. Сюда приехали и гости из-за рубежа. Со своими докладами на форуме планирует выступить торговый советник посольства Малайзии, предприниматель из Китая, а также чрезвычайный полномочный посол Республики Беларусь. Эксперты обсуждают, как развивать бизнес на селе, каким инвестиционным проектам необходимо дать зеленый свет. Отдельная тема этого форума – создание агропарка на территории Шагирдана. С минуты на минуту сюда приедет глава Чуваши и Михаил Игнатьев примет с участие в пренарном заседании. Татьяна. Спасибо, Дмитрий. Это был наш корреспондент Дмитрий Ковалев. Он работает на сельском экономическом форуме «Селя Шагирдана». Более подробно об этом событии в следующих выпусках программы «Республика». К другим новостям. О создании комфортных условий жизни селян, обеспечении их работы и развитии сельских территорий речь шла и на встрече главы республики с директором Департамента сельского развития и социальной политики Минсельхоза России Дмитрием Тороповым. Михаил Игнатьев рассказал гостю о том, что уже сделано и над чем еще предстоит работать, чтобы люди хотели жить на селе. В частности, об указе, который подписал накануне. Запускаем проект строительства культурных досуговых учреждений, как многофункциональные центры в сельской местности. На первом этапе 10. В проекте бюджета 2016 года уже три заложили, где проект на свет документации. Готово дальше пойдем. 100 фапов построили, еще 50 построим, соответственно. Не говоря уже по программе устойчивого развития сельских территорий, это населенные пункты, это благоустройство, инициативы жителей сельских поселений, прежде всего, водоснабжения, ну и параллельно развивается сельская хозяйство. Отставать нельзя. Я, прежде чем ехать, посмотрел результаты по производству, по обустройству. Меня это радует. В принципе, производство сельхозпродукции идет, динамика хорошая. Идет, скажу, ну, не сравнится, конечно же, с такими соседями, как Татарстан, но, в принципе, на равных, я смотрю, с соседями Мариевы, с Мордовией, нижний Новгород, очень хорошо. Ну, а что касается уже обустройства, я скажу, мне всегда было приятно отмечать республику, что много строится жилья. Вы лидеры после вырезания по комплексным и компактным застройкам. Сегодня Дмитрий Торопов также принимает участие в работе пятого межрегионального сельского экономического форума «Шагрданский диалог». Глава Чуваши Михаил Игнатьев провел рабочую встречу с депутатом Государственной Дома России Аленой Оршиновой. Михаил Игнатьев рассказал Алене Оршиновой о проекте бюджета 2016 года и об исполнении бюджета текущего года. Все то, что мы обещали, в этом году сполна закроем, к новому году еще четыре детских сада мы откроем, 21 500 мест мы создадим, 65% муниципальных образований практически дадите с двух лет проблем с потерями. Алена Оршинова отметила, что у республики сложилась репутация надежного партнера и ответственного исполнителя социальных программ, что учитывалось при распределении средств. «Я рада, что и у Чувашской республики очень хорошая репутация в целом, если сравнивать со многими субъектами в срезе Российской Федерации. Поэтому мне не нужно дважды объяснять. Очень часто и очень многие знают, что здесь действительно действующий эффективный регион, который старается в первую очередь попасть и показать коэффициент полезного действия в любую программу и готов софинансировать. И я думаю, что наш опыт очень был хорошо оценен, и мы это видим в рейтинге, в котором глава Чувашской республики Михаил Ильич Игнатьев еще на 9 позиций поднялся. Поэтому это правда очень приятно, и очень приятно работать в команде такого главы, как вы. Я вижу, что вы сейчас и сформировали правительство вместе с представителем правительства Моторина и усилили социальный блок». На встрече также обсуждались вопросы реконструкции спортивных залов в сельских школах и перспективы строительства учебных заведений в республике. КОНЕЦ ...профессиональный праздник сотрудники службы судебных приставов. В этом году ей исполнится 150 лет. С какими результатами к праздничной дате подошли работники Чувашского управления, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Ежедневно они обеспечивают порядок в судах и встречаются с десятками должников. Недавно на плечи сотрудников службы возложили и новые задачи. Теперь именно они выдворяют за пределы страны иностранцев, которые нарушили миграционные законы. Несмотря на такую нагрузку, Чувашские приставы свою работу выполняют эффективно, отметил глава республики Михаил Игнатьев. Вы сталкиваетесь с разными людьми. Контингент тоже он разный. В судебной системе, когда обеспечиваете тоже правопорядок. Конституционный строй в Российской Федерации, он должен защищаться на должном уровне, на достойном уровне. От этого зависит общественно-политическая ситуация. Служба судебных приставов и опасна, и трудна, но несмотря на это сюда стремятся попасть и девушки. Анастасия Зеленова приняла присягу на верность закону накануне своего профессионального праздника. Проработав здесь три года, я поняла, что это за работа такая, насколько она важна для нашего государства, для общества. Вместе с Анастасией Зеленовой на верность государству и народу присягнули еще 16 молодых сотрудников. На труд их благословил и клирик Новочебоксарского храма святителя Николая, отец Роман. Но в этот день чествовали не только вновь заступивших на свой пост приставов, но и лучших работников службы. Награды сотрудникам службы выручали и на сцене столичного дворца культуры имени Уксая. Одним из героев этой церемонии стал пристав с 15-летним стажем Валерий Казаков. Сейчас он руководит районным отделом в селе Яльчики, который не раз признавали лучшим в республике. У нас 11 человек в отделе. Где-то в среднем поступает в месяц на исполнение порядка 500-600 исполнцев производства. Исполняемых где-то у нас пока 60% от поступивших. Служба судебных приставов становится более мобильной. На вооружение сотрудников пришла автоматизированная система. Расплатиться за старыми долгами люди могут даже через обычные терминалы. Благодаря работе приставов в республике с каждым годом увеличиваются поступления в бюджет. Только в этом году приставы взыскали более 800 миллионов рублей. Все мы знаем, что сила закона в его исполнении. Поэтому от качества исполнения своих обязанностей судебных приставов зависит вера граждан в торжество правосудия. Дмитрий Ковалев и Сергей Рябчиков. Республика. Сегодня к работе приступила глава администрации столицы республики. Накануне депутаты Чебоксарского городского собрания утвердили кандидатуру Алексея Ладыкова на должность сити-менеджера. В президиуме Чебоксарского городского собрания депутатов глава города Леонид Черкесов на этом заседании был один. Обычно компанию ему составляет глава администрации города. А его как раз предстояло выбрать. Изначально на должность претендовало три человека. Со всеми кандидатами работала конкурсная комиссия. Поскольку конкурсная комиссия выявила из трех претендентов одного, который посчитала достойным, который более четко сделала программу развития города. И представляет данную кандидатуру на утверждение уже в городском собрании депутатов. Такова процедура. 23 октября состоялся конкурс на замещение должности главы администрации города Чебоксары в форме индивидуального собеседования. По итогам голосования победителем конкурса на замещение должности главы администрации города Чебоксары единогласно признан Ладогов Алексей Олегович. Депутаты явно ждут, что в историю города старый глава впишет новую главу. Алексей Ладогов, который является сети-менеджером с 2011 года, заявил. Впереди у гордой республики важные даты, уровень развития Астализа Чувашии нужно выводить на новый этап. Но из прежнего курса сворачивать нельзя. Это опять я. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Готов работать. Работа администрации города строилась и будет строиться на принципах открытости, прозрачности, публичности. Основные направления, которыми мы занимались и будем заниматься, это создание рабочих мест, это достойная заработная плата, это развитие жилищного строительства, конечно, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, это развитие досуга, это социальная транспортная инфраструктура, но и особый акцент нужно сделать на туризм. Кто за то, чтобы главой администрации города Чебоксары назначить Ладогова Алексея Олеговича? Прошу голосовать. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Решение принято. Итак, абсолютным большинством голосов главой администрации города Чебоксары избирается Ладогов Алексей Олегович. Вновь избранный сити-менеджер сразу же занял свое законное место. Табличку, как и после выборов главы города, менять не придется. Ольга Пырочкина, Андрей Спиридонов, Республика. 13 тысяч семей в Чувашии получили единовременные выплаты из средств материнского капитала. Прием заявлений на получение выплат начался с мая 2015 и продлится до марта 2016 года. Воспользоваться правом на получение денежных средств могут все семьи, которые не использовали материнский капитал полностью. 20 тысяч рублей могут получить также семьи, у которых второй или последующий ребенок родится или будет усыновлен до 31 декабря 2015 года. В течение двух месяцев после подачи заявления средства будут перечислены на банковскую карту. Бланк заявления на единовременную выплату есть на сайте. Для того, чтобы его заполнить, достаточно иметь свидетельство обязательного страхования, сертификат на материнский капитал и реквизиты банковской карты. В Чувашии продолжается диспансеризация населения. Жители республики определенных возрастов могут бесплатно пройти необходимое медицинское обследование. Для этого нужно лишь обратиться в поликлинику по месту жительства. Наша съемочная группа побывала в центральной городской больнице и узнала, что из себя представляет эта профилактическая мера. Фамилия, имя, отчество, год рождения, название больницы, терапевту, к какому анализа придут и отвечать на вопросы. Именно с заполнения анкеты начинаются путешествия пациента по коридорам и кабинетам больницы. Необходимо ответить на 43 вопроса, которые касаются общего состояния здоровья и наличия вредных привычек. Это позволяет специалисту выявить факторы риска. У Лилии Яковлевой вредных привычек нет, но пройти диспансеризацию ей посоветовал участковый врач-терапевт. Здесь можно пройти обследование, какие-то более углубленные осмотры, кроме того, что мы имели раньше пройти по участковому врачу. С каждым годом получается все более и более современнее, больше как-то обследований, больше способов прохождения медицинского осмотра. И совершенствуется, конечно, медицина. В кабинете анкетирования проводят стандартный набор процедур. Измеряют рост и вес, артериальное давление, делают ЭКГ. Все это входит в первый этап диспансеризации. Чтобы увидеть картину полностью, требуется провести 13 исследований. С начала года в строительную поликлинику обратились около 15 тысяч человек. Пациентами мы дальше занимаемся. Они после прохождения диспансеризации возвращаются к своему лечащему врачу. Лечащий врач проводит краткое профилактическое консультирование. И если есть показания, направляет опять в кабинет отделения медицинской профилактики для прохождения углубленного профилактического консультирования. Ежегодно проверить здоровье могут определенные возрастные группы. Делать это необходимо раз в три года. С 2013 года диспансеризацию прошли более 600 тысяч человек. 10% направлены на дообследование и уточнение диагноза. Наиболее часто встречаются диагнозы, связанные с сердечно-сосудистыми патологиями и заболеваниями органов ЖКТ. Огромную роль диспансеризация играет в борьбе с онкологией. Выявленные заболевания на более ранней стадии позволяют пациенту наиболее точнее и быстрее подобрать ту базисную терапию, которую он будет получать. И в связи с этим и пациенту получает достойное лечение, ну и медицинская организация получает возможность их корректировать на своевременном, на должном уровне. В здоровье самое главное, что есть у человека и его нужно беречь. Но зачастую мы относимся к нему халатно и вспоминаем про врачей тогда, когда возникает серьезная проблема. А чтобы сохранить здоровье требуется не так уж и много. Вести правильный образ жизни и периодически проходить профосмотры. Татьяна Леонтьева, Андрей Шоклев, Республика. Взглянуть на привычные вещи по-новому можно при смене ракурса. Учителя английского языка из Таиланда приехали в Чебоксары на несколько недель, чтобы перенять опыт чебоксарских коллег и поделиться своим. С теплого побережья в пасмурную осень. Чего только не сделаешь ради образования. Тайские учителя английского языка приехали в Россию всего на пару недель. Они побывали на открытых уроках, пообщались с коллегами и познакомились с российскими школьниками. В итоге поездкой остались очень довольны. Обычная тайская школа, чаще всего частная, это образовательный комплекс на несколько тысяч учеников. Класса по 50 детей и уроки полтора часа. Да и задают домашки на полуострове Индокитай в разы больше. Мне понравилось, что дети очень дисциплинированы на уроках, сидят тихо, все внимательно слушают материал. От наших школьников такого внимания добиться сложно, но особенно мне понравилось, что дети могут заниматься музыкой, рисованием или спортом, а не загружены только учебой. Обмен учителями – часть международной программы АИФС, в которой участвуют не только взрослые люди, но и школьники и студенты. Восемь чебоксарских преподавателей поедет в Таиланд, чтобы увидеть уроки английского по тайскому образовательному стандарту. Екатерина Куприна, Игорь Зверев, Республика. Это все новости на сегодня. Итоги дня подведем в вечерние выпуски программы «Республика». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова